Приветствую друзья! Компания Kennera до сих пор не слишком жаловала нас хоть какими-нибудь источниками. Однако наушники у них ну просто выше всяких похвал. Причем не только у головной компании, но и у Queen of Audio и даже у Celeste. Признаюсь, я ждал чего-то подобного и вот ко мне на тест приехал их мобильный ЦАП CD20. Построен аппарат на самом современном чипе от ESS, по мощности выдает до 500 мВт на 32 ума нагрузки, поддерживает все актуальные на сегодня форматы и звучит на уровне всяких стационарных решений. Это номер два в моем топе мобильных ЦАПов на конец 2024 года. О нем и поговорим. Поехали! Коробка у модели, на мой взгляд, стыдная. Зато на ней есть технические характеристики и фирменный лейбл со стирающимся слоем. В комплекте шла инструкция, а также неплохой двусторонний Type-C кабель в матерчатой оболочке. Из железа мы знаем о установленном в него чипе ESS ES9039Q2M и о выходной мощности в 250 мВт для 3,5 мм разъема и в 480 мВт на 32 ума нагрузки для балансного выхода. Чего за глаза хватит для всего внутриканального и большей части тугих полноразмерных наушников. PCM поддерживается до 32 бит 768 кГц, а DSD до DSD 512. При долгой нагрузке аппарат слегка нагревается, ну и в паузах нас ждет абсолютная тишина. Корпус у CD20 металлический, с интересными такими скосами, тремя кнопками управления, Type-C входом и выходами сразу на 3,5 и 4,4 мм джек. Красная кнопка, как вы уверен догадались, здесь многофункциональная. Кроме паузы, она отвечает за переключение режимов ЮАК и Гейна. По потреблению аппарат шаблонов не рвет. Стандартные 0,13 Ампера, как у большинства его конкурентов. Драйвера к нему я, к сожалению, не нашел, так что придется пользоваться в Ассепи или, например, ASIO4ALL. Всему же мобильному и построенному на Linux ничего для работы не требуется. Измерения я проводил в 24 бита 96 кГц с каждого из выходов на АЦП Иванда Космос. В результате получил довольно схожие результаты, за исключением, естественно, взаимопроникновения каналов. Почти идеально ровная АЧХ, шумы на минус 156 дБ, высокий динамический диапазон и искажения равные минус 140 дБ для баланса и минус 132 дБ на 3,5 мм разъеме, что в процентах продает фантастические 4,6 мм соответственно. Интермодуляционные искажения соответствуют минус 134 дБ, причем как для несимметричного, так и для балансного выхода. То есть все здесь идеально. На слух CD20 выдает достаточно четкое, подробное и по-аналоговому объемное звучание с завидной динамикой, артикуляцией, глубиной и той самой мелодической составляющей. По скорости, прозрачности и выразительности он ничем не уступает эталонному в своем роде SMSL D10. Да, с точки зрения музыкальности, инструментальных тонкостей, изысканности и передачи характера, герой обзора далеко впереди, но он и стоит в два раза дороже. В моем личном топе данное решение я поставил на почетное второе место. При этом первое и третье занимают Lechui DT03 и Artemis 39 от 7 Гц, обладающие значительным уклоном в пивочесть и с куда менее выраженной техничностью. По стилистике он прекрасно подойдет как для всего тяжелого и агрессивного, так и для академической, джазовой или, например, симфонической музыки, а также для всего живого, вокально и текстурно ориентированного. То есть для всего вообще. Единственный нюанс, о котором стоит упомянуть – это его выходная мощность. При заявленных тех же 240 мВт на 32 ума нагрузки мой измерительный тракт показывает 4 ВРМС. В то время как на SMS LD10 я получил целых 6 ВРМС. Естественно большинству хватит и четырех, но с шестью запас, согласитесь, заметно больше, а потребление у них ну просто один в один. Звук здесь собранный, картинка строится живая, довольно естественная, с приятным слуху аналоговым смягчением, чуть ли не до прозрачности очерченными текстурами, прекрасно переданным масштабом и реалистичной сценой. Согласен, если вы ценитель всякого джазового, то иногда хочется, так сказать, добавить жирка, как в том же DT03, но тогда мы лишаемся этой кристальной чистоты, микродинамики и невероятной четкости. По весу тембры я бы назвал скорее поджарами. Всего хватает, но, так сказать, без особой мясистости. Какого-либо окраса у данной модели я тоже не заметил. Все предельно честно и, насколько это вообще возможно нейтрально. Причем без холодности, угловатости, сухости, отстраненности и иных прелестей, что мы наблюдали в других решениях. В отличии от того же с MSL D10, у нас тут больше объема, причем как в восприятии пространства сцены в глубину, так и у каждого тембра по отдельности. Ну и чувствуется та самая благородная изысканность в построении всего полотна в целом. Если для вас критически важны различные мелкие оттенки или же злой рок наделил вас пониманием музыки, то CD20 это именно то, друзья, что вы искали. Выше уже только большие стационарные комбайны и топового класса аудиоплееры. У нас есть и магнетичная привлекательность, и прямо дотошная прорисовка и полный спектр эмоций, изначально заложенных в произведение. Бас хлесткий и достаточно глубокий, серединка живая, довольно подробная, я бы даже сказал певучая, да и верха особо не задвигаются и не выпячиваются на передний план. Лишь слегка подчеркивают нам разнообразные перкуссионные узоры, участвуют в груве и конечно дополняют собой звучание среднечастотных инструментов. В свою цену альтернатив я откровенно говоря не вижу. Есть более сочный DT-03 от Let's Shoe, но он прямо совсем уходит в музыкальность, а так чтобы выдержать баланс только Celeste CD20. При этом звучит все максимально гармонично и очень вкусно, так что прямо невозможно оторваться. Итогом мобильный ЦАП Celeste CD20 довольно круто выглядит. Имеет свою собственную встроенную громкость, высокую мощность в 4 в РМС, чуть ли не гениальные измерения, достойное энергопотребление и предельно сбалансированное звучание, подходящее как для тяжелой и агрессивной музыки, так и для чего-то требующего изысканности и дотошности в передаче каждого из тембров, на каком бы плане он ни находился. Герой обзора, поверьте друзьям, так умеет. Неплохо у него и с масштабом, скоростными показателями, а так же передачей пространства сцены в глубину. Причем все сделано намного аккуратнее и точнее, чем у большинства конкурентов. Потрясающий аппарат, очень его рекомендую. Второе место как бы само за себя говорит. А на этом, друзья, у меня все. Это был мобильный ЦАП Celeste CD20. Не забывайте про группы ВКонтакте и Телеграме. На них нужно подписаться. Всем, друзья, добра.